Минус один градус, пасмурно. Завтра днём максимальная температура плюс два градуса, и нас ожидает дождь со снегом. Сто процентов хоккея. С Владимиром Дегтярёвым и Дарьей Мироновой. Дарья Миронова! И Владимир Дегтярёв. Всем привет. Сто процентов хоккей на волнах Спорт-ФМ. Ах, что же делает и творит хоккей с Владимиром? Добрый вечер, дорогие радиослушатели. А нам уже пишут. Да, не спросили зачитать. Михаил из Новосибирска. Вместо полноценных этапов Евротура уже второй год какие-то спаренные матчи проводятся. Получается, Финляндия и Россия оставили свои домашние турниры, а Швецию и Чехию лишили. Несправедливо как-то с этими странами. Я лично всегда с интересом смотрел в это время шведские хоккейные игры. Какое длинное сообщение. Спасибо большое, что вы плеснули свои эмоции. Вы тоже это можете сделать. Пишите 5533, начиная со слова «спорт». Я так понимаю, что это относится к Евротуру. Все хвалили нашу команду. Ну, я хвалила еще даже до того, как выступили они. Потому что, еще раз подчеркну, это здорово, когда появляются в сборной имена, с которыми многие люди еще не знакомы. Назвать их молодыми. Вот я, кстати, читала сводки прессы. Немного не соглашусь. Говорили молодые, неопытные. Но как так? Как ребята уже играют в континентальной хоккейной лиге, даже если они еще не распиаренные звезды, не означает, что уж они совсем молодые или неопытные. Ну, в общем-то, да. И действительно, вот из этой сборной, я думаю, несколько человек-то могут попасть на чемпионат мира. Ну, кстати, Миронов-то уже и выступал на чемпионатах мира. Я имею в виду защитник Андрей Миронов. И не раз, я подчеркнула. И не раз, да. А я думаю, что здесь, в общем-то, достаточно высокие шансы у Ильи Сорокина. Причем, я бы даже сказал, шансы Ильи Сорокина, они хороши в том... Ну, как хороши? Знаешь, как не было бы счастья, да несчастье помогло, да. У нас сейчас возникла неожиданная проблема с вратарями. Мы же не знаем, в каком состоянии будет находиться Сергей Бобровский. А опять же, мы не знаем, что там сейчас с Андреем Василевским. Ну, опять же, Андрей Василевский, да, прошел вот этот курс реабилитации после достаточно сложной операции. Сейчас вновь его там поотправило в фармклуб. Ну, вот знаешь, как все начали. А, вот, Василевского там отправили в фармклуб. Ну, его отправили набираться в форму игровую просто. Вот и все, ему нужна практика. А так, ну что, он будет сидеть там за Бишопом в тампе и, собственно, этой практики получать не будет? А ему сейчас... Ну, я тебе расскажу одну вещь. Ситуация, возможно, поменялась. Это еще была сборная при Быкове и Захаркине, когда они готовились к Ванкуверу. А на всех, кто играл в фармклубе или у кого было мало игровой практики, они на них не обращали внимания, когда приехали в свою заграничную поездку. Я уверена, что сейчас, понятное дело, многое изменилось уже и в тренерском штабе, сборной, и скауты, и все, кто там работает. Поэтому, возможно, они более пристально следят за всеми ребятами. Ну, они там будут посещать несколько городов. И среди вот этих там нескольких городов там 15 человек, да, они назвали, кто это будут, на кого они будут смотреть. Хотя, знаешь, вот в этом списке... Одна игра, это не показатель, честно скажу. Я согласен. И плюс, ты знаешь, для меня вот было, что удивительно, в этом списке, ну, вот фамилия Малкин, фамилия Овечкин, ну, мы же и так прекрасно знаем, Все знают. Что умеют эти ребята, да. Ну, вот, ну, хорошо, приедут, они в Вашингтон увидят Александра Овечкина, ну, пообщаются он с ними. Ну, что нам скажут? Да, ребята, я готов играть за сборную, но сейчас об этом говорить смысла не имеет, потому что у меня там будет кубок Стэнли. Ничего интересного, ну, да, было бы примечательно, если бы, допустим, отправились они в Калифорнию, в Беккерсфилл, где сейчас Лепышев, также раскручивали, говорили, что он будет великим игроком, сейчас у него сложный период, опять он сидит в фан-клубе, вот бы навестили, узнали, поддержали. Я думаю, вряд ли. Ну, вот именно, что вряд ли. А как ты уже подчеркнул, в принципе, игроков, которых мы, не то что мы, вся общественность прекрасно знает, на что они способны, наверное, как-то и нет смысла-то навещать и просматривать. Мы прекрасно знаем, что они будут готовы в форме и к плей-оффу Национальной хоккейной лиги и Чемпионату мира. Здесь другая ситуация складывается, и мне кажется, она будет более интересна. Если так получится, все наши звезды, на которых делают упор, будут как раз при деле, в Национальной хоккейной лиге не смогут приехать. И опять-таки аплодисменты будут, если больше игроков будет из Континентальной хоккейной лиги на нашем домашнем чемпионате. Нам нужны новые герои. У нас есть состоявшиеся игроки, но также давайте подключать, вот так же, как на этом Евро-туре, новые имена. А то вот так же получится, например, в финале Востока сойдутся Тампа и Вашингтон. Такой же вариант теоретически возможен? Возможно, да? Все что угодно. А в Тампе у нас четверо, в Вашингтоне двое. Вот уже человек из сборной, которые не смогут туда приехать. Ну, я все-таки с большой печалью скажу о том, что у нас подходит сезон к концу. Это последняя неделя, у нас осталось два игровых дня. Ну, а потом радужно будем все встречать плей-офф. Сочувствую всем болельщикам, чьи клубы не попали в заветную зону, хотя, насколько мы знаем, еще у парклубов есть шансы все-таки залететь и закрепиться там в заветной зоне. Но если... Пишите, кстати, как ваши прогнозы, как был сезон 5-5-3-3, начиная со слова спорт. И в случае, если Ваш клуб не находится в зоне плей-офф, ну, давайте поддерживайте другие клубы. А вот, кстати, смотри, как интересно. У нас же там есть Плотников, который последних, по-моему, уже 7 или 8 матчек не играл, да? Я имею в виду Сергея Плотникова, который в Питтсбурге. Кто у нас еще? Ну, Наильник Якубов. Тоже достаточно такая непонятная ситуация с ним, да? Будут ли на него тренеры смотреть? Ну, по крайней мере, в этой поездке они на него смотреть точно не будут. Ну, потому что там нету Эдмонтона. Ну, за одну игру, да, понравится. Будет здорово, хороший, извиняюсь, игры, шоу. Может быть, с кем-то удастся поужинать, познакомиться. Но на самом деле, все поездки, они чисто дежурные. Потому что я сама видела и с обоих сторон. И когда вот Белядинов тот же там был. Одновременно был. Да, была вот как раз и Быков Захаркин, там я уже проживала и работала в Национальной хоккейной лиге, поэтому я прекрасно знаю, что, по сути, вот это здесь вот раздувают, о, тренерский штаб сборной отправляется, но ничего такого в этом нет. И пройдет все очень скромно и просто. Приедут, поздороваются с ребятами, с кем-то поужинают, сфотографируются и все. А я вот, смотри, да, я с тобой здесь соглашусь. Для меня, например, не совсем понятен смысл до конца. Я не очень понимаю смысл этой поездки. Да, пообщаться там с ребятами. Ну, слушай, сейчас век интернета, век телефонной связи. Можно же просто там позвонить Александру Овечкину, там, я не знаю, Евгению Малкину, да, поинтересоваться, как у них дела, что, как они себя чувствуют. Ну, собственно, и все. Ну, смотри, опять мы возвращаемся к деятельности скаутов. Если в Национальной хоккейной лиге и вообще в Северной Америке, они постоянно каждую игру работают, путешествуют по стране, в Европу, то есть все время идет взаимодействие. В год вот решили, все собрались, это все раскрутили и поехали. Поэтому столько внимания. На самом деле, еще раз говорю, там это постоянно, это часть работы, это крутится 24 часа 7 дней в неделю. Вот да, для меня, опять же, это немножко непонятная ситуация. Но просто у нас другая система. Да, 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 пусть и другая система. Мы посмотрим, к чему это все приведет. Кстати, самое интересное, ведь у нас 1 марта уже же будут называть 16 человек на Кубок Мира, так скажем, неприкасаемые, с одной стороны. Интересно будет посмотреть, потому что вот сейчас... Можно и так сказать, Малкин, Ковальчук, Овечкин, мы 16 запросто наберем. У меня по поводу Ковальчука есть некие сомнения. У тебя нет таких сомнений? Почему? Есть, да? Нет, почему у тебя сомнения? Почему у меня сомнения? Ну, во-первых... Ты думаешь, его в Америку не пустят? У него грин-карты? В Америку-то его пустят. Вот пустят ли его в сборную Олег Знарок? А почему ты думаешь, какие-то у тебя есть сомнения? как-то мне не очень, может быть, последние матчи у Ковальчука в сборной получались, да? Вот мы опять же в Кубок Первого канала можем вспомнить. Ну, вот я опять тебе говорю, на Евро-Тур нужно выпускать ребят, у которых нет шанса, допустим, на данный момент пробиться на чемпионат мира. Такие игроки, как Ковальчук, может быть, сейчас, да, есть к нему вопросы по ходу сезона, но к чемпионату мира он наберет ту форму, к нему вообще нет никаких... А вот смотри, как интересно, да, у нас чемпионат мира 6 мая стартует, достаточно поздний старт. С другой стороны, если команда добирается до финала, Кубка Гагарина, ну и, собственно, работает, то есть играет в этом финале, то там седьмой матч запланирован, по-моему, на 19 апреля, то есть вот последний матч 19 апреля. Ну, я, правда, не уверен, что СКА доберется в этом сезоне до финала основного, поэтому он же может и раньше выбыть. Ну, в принципе, у него будет время отдохнуть, да, и уже непосредственно с командой, со сборной готовиться к чемпионату и набрать форму. Наверное, да. Наверное, ты права. Да ему это не в первый раз. Ты вспомни, когда он играл в национальной хоккейной лиге, это 82 игры, а потом ты еще отправляешься в сборную. Вот кто-кто у Кульчука... Но, с другой стороны, Ковальчук-то не молодеет. Все-таки, знаешь, организм-то изнашивается постепенно. Я понимаю, но ты вот такую вещь забываешь, что есть опыт. И да, может быть, кто-то не молодеет, но опять за счет своего опыта и индивидуального мастерства такие игроки, как Ковальчук, дадут фору любому молодому. Здесь возраст ни при чем. Ну, с одной стороны, наверное, да. Посмотрим. В общем, в любом случае, изнарок будет собирать состав. Он нам и все и расскажет. Кстати, тут уже, знаешь, такой предварительный вариант сборной был. И вот этот предварительный вариант у нас вошли три вратаря из Национальной хоккейной лиги. Это Сергей Бобровский, это Семен Варламов и это Андрей Василевский. Как раз-таки вот эти три вратаря у нас вошли. И сейчас же тут пошли споры. А вот как же так? Бобровский травмирован. В этом сезоне он практически не играет. Семен Варламов вроде как играет, но так периодически какие-то провалы у него происходят. Василевского вообще отправили в фармклуб. Вот я не про себя, я сейчас имею в виду то, что вот об этом говорят и болельщики, и некоторые специалисты. Но, друзья, не забывайте, сезон, во-первых, в НХЛ еще не закончен. Тот же Сергей Бобровский планирует в марте вернуться на лед. Я думаю, что если он будет себя хорошо чувствовать, и у него никаких травм не будет, я думаю, он запросто согласится играть и на чемпионате мира, и на Кубке мира. Я думаю... Здесь вопрос в другом стоит. Сергею нужно набирать физическую кондицию, а доказывать, хороший он игрок или нет, и уже не нужно. Нет, ну я же говорю, вот он в марте должен будет появиться на площадке, я думаю, за месяц, как раз у него будет месяц для того, чтобы, собственно, набрать эти физические кондиции, а доказывать, но мы и так все прекрасно знаем, как может играть и как умеет играть Сергей Бобровский. 10 лучших команд континентальной хоккейной лиги вступают в борьбу за Кубок Гагарина. Чтобы завоевать его, они забудут о травмах и усталости. Они будут думать только о главной цели. Плей-офф не оставляет права на ошибку. Каждый матч – битва. Каждый матч – зрелище, которое нельзя пропустить. Ждем вас на трибунах и у телеэкрана. Живите хоккеем. Ноль плюс. Оглянись по сторонам. Все эти люди, у каждого из них свой путь. Кто-то опаздывает навстречу, кто-то едет домой, а кто-то в этот самый миг смотрит на тебя. А ты? О чем думаешь ты? Какой путь выбираешь для себя? Это знаешь только ты сам. Миру всегда есть чем удивить, но среди тысяч дорог есть только один путь. Свой. Lada X-Ray. От 589 тысяч рублей. Телефон рекламной службы Спорт.ФМ 620-46-64 Код Москвы 495 Я Дмитрий Дерунец. А я Нобель Арустамян. Мы давно в футболе. Мы давно знакомы. Пришло время говорить серьезно. 100% футбола на Спорт.ФМ. Каждый будний день с 5 до 7 вечера. Спорт.ФМ 100% Хоккея Дарья Миронова, Владимир Дегтярев. Наконец-то мы появились во второй четверти и говорим о хоккее. Все окей. Давайте немного об аутсайдерах турнира. Ну в этом сезоне наверное Амур на Востоке уже не последний, а предпоследний. Стоит им благодарить Новокузнецкий клуб, который но мне кажется все-таки здесь тоже стоит брать в внимание подписали они легионера, с которым промучились несколько месяцев. У него была то травма, то он не попадал в заявки, а потом пришлось его и вовсе убрать. Ну опять у нас есть небольшая запись от бывшего креативного директора хоккейного клуба Амур Марии Егоровой, которая теперь также, как и мы, ведет хоккейную программу уже на радио Восток в Хабаровске. Ну и она поделится с нами, что же хорошего было в этом году в Амуре. Прямая речь Если взять и подвести итог смены руководства, наличие спонсора, это одни из самых важных событий, которые произошли в Амуре в этом сезоне. Из положительных, которые вызывают эмоции, я отмечу появление маскота, он же Бархат. Для меня имя не очень понятно, но тем не менее здесь идет связь все-таки с одним из Амурских тигров, которого зовут Бархат. И на том все, пожалуй, все. Как-то перестали мы требовать результат от команды. Просто на протяжении неудачных сезонов последних лет болельщики просто верят и ждут. Но хотелось бы еще, чтобы болельщики в Хабаровске видели результат, что крайне редко приходится наблюдать. Последний раз вот этот результат показывала хабаровская молодежка в прошлом сезоне. Но опять же, хочется пожелать успеха, терпения хабаровским болельщикам и пусть хоккейный клуб Амур почаще напоминает о себе не просто ребрендингами и формой, а результатами в турнирной таблице. Спорт-ФМ 100% хоккея Вот немного печально, но в точку. Очередной ребрендинг. Опять обещали Амуру плей-офф, но впереди очередная перезагрузка. Здесь больше сказать даже нечего. Видимо, новая форма. Меня вот удивляет все равно вопрос, и ничего не могу с собой сделать, уйдем сейчас в ворота. Есть в составе Амура Сергей Большаков, ротарь, воспитанник Спартака. В прошлом году он, между прочим, выступал бэкапом, то есть был, ну, когда надо, и вторым вратарем у Борисова, у Мурыгина в этом году взяли опять парня, отправили в молодежку, непонятно зачем, подтянули там еще кого-то. Зачем? Когда есть свои, пожалуйста, идите, тем более парень уже в чем-то себя утвердил. Так у них и там и в тренерском штабе ребрендинг постоянно происходил. Ну, это печально, вот да, несмотря на то, что вот Мария все-таки отметила положительные факты, получился, да, вот новый маскот пришел, бархат, это было здорово. Но как так? В очередной сезон просто посредине хода всего чемпионата меняется тренер. Никому это не идет на пользу. На самом деле, я с тобой здесь соглашусь, я понимаю, когда команда там валится совсем, да, ну нет игры. У команды было нормально все. Вот можно тот же трактор, да, вот там у трактора были проблемы. Отличный переход. Нет, я просто к тому, что там было понятно, зачем там меняли тренерский штаб, да, оно вот на поверхности было. Здесь Амур, но он как шел, да, вот он ни вверх, ни вниз, он так и остался. То есть вот смысл же смены тренера, это надо встряхнуть команду, надо там набирать очки, там какие-то цели. А здесь вроде как бы, ну да, заменили тренера, там Шепелева поставили Николишна. А в чем смысл-то был? Вот именно в Амуре непонятно, потому что опять же команда все было неплохо, а теперь они просели на дно турнирной таблицы в очередной раз. То есть по сути ничего не изменилось. Да, что касается трактора, мы здесь не можем не заметить положительных все равно результатов. Да, естественно, это команда, которая должна в плей-офф быть, которая должна биться за кубок, не получилось это. Мы сейчас уже видим те перемены, которые происходят, они затачивают состав уже на следующий сесток. Естественно, будут еще изменения по ходу межсезонья, но я вот опять знаю, что инсайдерская информация Куинта, которого посадили в запас, я не знаю, наконец-то увидели они, что у него отрицательный показатель полезности, там, по-моему, минус 12 или 14, когда он уже попал в запас. Я так понимаю, что в следующем сезоне его не будет. Его посадили только потому, что обменять они его не смогли, деть его некуда. Но мне кажется, еще здесь такая ситуация, в принципе, они тоже складываются на пользу, на руку нашим российским игрокам. В следующем сезоне многие легионеры уедут, только потому, что им не нравится курс сейчас, зарплата вся. Ну, естественно, теряют они, ну и пожалуйста, пусть едет. Не, ну в принципе, это нормально, абсолютно, да. Опять же, для наших ребят это шанс появляется, для наших игроков с российскими паспортами. И здесь уж будет все зависеть от них, пожалуйста. Нет, ну может быть, их скорее будут ценить. Мы уже не раз замечали, что, к сожалению, у нас предпочитают брать легионеров, которые, ну никак не лучше даже по статистике можем рассматривать. Ну вот так вот, это то же самое ситуация есть в футболе. Что касается Атланта, все равно начальник, я так понимаю, руководитель клуба, который все равно был, молодежный есть, подтвердил, что он хочет возобновить команду, будут они пытаться найти спонсоры. Что касается Витязя, ну опять, это еще и в прошлом сезоне в оконцовке тоже ходила информация, что они не знают, будут они заявляться или нет. Там тоже, ну непростая ситуация, у нас все упирается с финансами, тем более, что опять есть такая инсайдерская информация, что именно Витязь расформируют, и половина игроков уйдет в Атлант. Ну мы уже такое проходили со Спартаком в этом сезоне, ну в этого года. С другой стороны, ну опять же, да, помнишь, ведь ходили и были слухи о том, что Витязь и Атлант могут вообще объединить, да, и... Раньше Витязь, подожди, было Атлант, Спартак, теперь Витязь, Атлант. Все, что мы знаем, да, в Мытищах любят хоккей, там отличный стадион, надеемся, что он туда в любом случае вернется. там хорошая инфраструктура, там готовый стадион, там все есть для того, чтобы там была команда КХЛ, и самое главное, туда ходят болельщики. Не важно, какая команда, давайте вернем хоккей в Мытищах. Не, ну они же действительно заполняли стадион, да, вот смотри, Подольск, Витязь, Чехов, никогда практически стадион не заполнялся. То есть, а вот здесь есть готовый клуб, и этот клуб вдруг с хоккейной карты пропадает. Ну тогда Спартак потеряет, потому что многие болельщики, именно Атланта, ведь перешли в Спартак, потому что больше негде болеть за хоккей. Ну, с другой стороны, да, ну тут уже надо... Не страшно, главное любить хоккей. А это уже маркетологи, пусть они занимаются этой проблемой. Мы сейчас делаем небольшую паузу, у нас реклама, выпуск новостей. Алло. Мама, мы выбрали квартиру. Там такая архитектура, поблизости набережная и собственный театр. Бабушка, и парк будет рядом. Елизавета Петровна, всего 150 тысяч за квадратный метр. Даже выгоднее, чем у Орловых. И нечего сравнивать. Это же Зиларт, жилой комплекс арт-класса. Звоните. 495-228-2288. Проект группы ЛСР. Проектная декларация на сайте zilart.ru. Сколько стоит? Мужчина, не толкаетесь. А до какого акции здесь? Последний кто? А через три месяца сколько стоит? Подешевле. Последний кто? А это по этой же цене? Устал гоняться за спецпредложениями и акциями? Подключайся к онлайн. Всего 333 рубля в месяц за интернет, интерактивное телевидение и домашний телефон. И мы фиксируем эту цену. 333 рубля в месяц. Навсегда. Подробности на онлайн.ру и по телефону. 8 800 707 80 00. Услуга телефонной связи тарифицируется отдельно. Powerostelecom. Категория 6+. Телефон рекламной службы Спорт.фм 620 46 64 Код Москвы 495 Спортивные легенды на Спорт.фм В истории спорта лишь одному человеку удалось выиграть зимнюю олимпиаду в двух разных видах спорта. Это Анфиса Рестцова. Знаменитая советская и российская биатлонистка и лыжница. А начала свой путь в спорте Анфиса вообще не слышь. Сначала была гимнастическая секция, где наставником был сам семикратный олимпийский чемпион Николай Андрианов. Но бревно и брусья девочки не подошли. Она перешла в лыжи и угадала. Анфиса попала в сборную и одной из первых в команде начала осваивать коньковый ход. К олимпийским играм в Калгари она уже была лидером команды. Ей удалось выиграть серебро в личной гонке и стать чемпионкой в эстафете. После игр Рестцова родила дочь. И сложности, связанные с этим, стали причиной размолвки с тренерами. Анфиса снова приняла решение сменить спортивную специальность и стала биатлонисткой. На играх в Альбервилле стреляющие лыжницы соревновались впервые. Дебютная гонка стала триумфальной для Анфисы Рестцовой. Знаете ли вы, знаете ли вы, как важно быть терпеливым? Бобби Рафин прибыл на бой против Джонни Греко сильно заранее. Долго ли, коротко ли, а сидеть в раздевалке ему стало скучно и он решил пойти погулять. И вот как раз в эту минуту рефери послал за боксерами, чтобы пригласить их на ринг. Рафина найти не смогли и чуть было уже не засчитали ему поражение. Но тут запыхавшийся Бобби вбежал в зал, на ходу скидывая с себя одежду и секунда в секунду успел к стартовому гонгу. Для соразмерности, красоты и здоровья требуется не только образование в области науки и искусства, но и занятия всю жизнь физическими упражнениями, гимнастикой. Древнегреческий философ Платон. Мужской взгляд на спорт. На всю. Теряйте 23 минуты. Будьте внимательны на дорогах и ищите варианты объезда пробок. Сто процентов хоккея с Владимиром Дегтяревым и Дарьей Мироновой. Дарья Миронова, Владимир Дегтярев. Еще раз вас всех мы приветствуем на волнах Спорт.ФМ программа Сто процентов хоккея. И вот важный вопрос пришел. Дарья, именно тебе. Потому что ты была организатор всего вот этого вот этого всего. Зачем поменяли сайт НХЛ? Тот был удобный и намного лучше. Я так отвечу от лица всех тех, кто поменял сайт. Ну, мне кажется, мы просто решили выйти из зоны комфорта. Я понимаю, что старый сайт это был привычный для всех нас. Но вы заметили, что новый сайт Национальной хоккейной лиги стал похож на КХЛовский? Это же здорово. То есть одни и те же люди его делали. Ну, возможно, и упростили все-таки. Хорошо. А это значит, сейчас мы переходим на тему Национальной хоккейной лиги. А есть ведь нам о чем поговорить. Ну, вот, например, наши радиослушатели сегодня поздравляют Ягра, которому исполнилось 44. Неплохо. А он все еще играет. Так что все в порядке. И не собирается заканчивать. Ну, и поговорим еще мы об одном вратаре, которого буквально на днях отправили фарм-клуб. Это Андрес Нильсон, который раньше играл и выступал за Акбарс. В этом сезоне перебрался он в Эдмонтон. Ну, и вот после этого, собственно говоря, там как-то не очень у него получается пока. Ну, вот Нильсон решил вспомнить, как ему работалось в Акбарсе. Прямая речь Я получил отличный опыт, многому научился. Замечательная организация и команда. У меня тоже все хорошо складывалось. Вышли в финал. Мы, конечно, могли выиграть, но, к сожалению, проиграли питерцам. Но у нас был отличный сезон, и я себя прекрасно чувствовал в команде. В Акбарсе сильный тренер, да и весь штаб. В команде есть хорошая нападающая система, но и игроки обороны тоже отличные. Защитники мне помогали. Большая заслуга того, что мы попали в финал в прошлом сезоне не столько нападающие, сколько линии обороны. У меня была надежная защита, плюс эти игроки не только помогали мне, но и сами могли забросить шайбу. В общем, в Акбарсе была отличная команда. В общем, это Андерс Нильсон, которому очень понравился в Акбарсе. Я думаю, что мы обратно в Акбарсе. Ну, я так чувствую, он именно на это намекает, потому что все-таки в Акбарсе ему больше платили, даже если он не приедет туда. Наверное, он дает понять, что он готов к предложениям в любом другом клубе Континентальной Хоккейной Лиги. Ну, и также Андерс Нильсон поделился мнением об Александре, об Евгении. Евгении. Медведеве, с которым он, к сожалению, так и не встретился, потому что в том матче как раз-таки Евгений Медведев участия не принимал. Прямая речь. Медведев, отличный игрок, очень мастеровитый, хорошо катается и владеет шайбой. У него есть индивидуальное мастерство, он может сам создать движение. Конечно, я не удивлен, что он сейчас играет в НХЛ. Медведев, хороший защитник. Нет, не встречались. Он не был в заявке в игре против Эдмонтона. Надеюсь, в будущем сыграем друг против друга. Продолжаем мы наш разговор. Ну, вот, кстати, Андерс Нильсон уехал в фарм-клуб. Сейчас, я так понимаю, это после той выездной серии, которая, в общем-то, Андерсу Нильсону не удалась. И когда он как раз играл против своего бывшего клуба Нью-Йорк-Айлендерс. Да, ведь раньше он играл за Нью-Йорк-Айлендерс перед тем, как отправиться в Казанский Акбарс. Ну, в общем, пока не очень получилось. Нет, Володь, ты здесь читай между срок. Он ведь, видимо, точно дает нам понять, почему в Эдмонтоне не пошло у него. Линия обороны не такая хорошая, как была в прошлом году в Акбарсе. Вот и все. Ну, на самом деле, я даже был бы рад, если бы Андерс Нильсон вернулся обратно в континентальную хоккейную лигу. Ну, ты его ждешь хоть кто-то. Ну, хоть кто-то, да. И я думаю, Зинтулах Адаш Белединов тоже его ждет. Еще один бывший вратарь. Вот так получился у нас День вратарей у нас сегодня. Да, и еще один бывший вратарь команды Эдмонтон-Ойлерс. Бен Скривенс, который был как раз-таки обменен в Монреаль. И, собственно говоря, то, на чье место пришел Андерс Нильсон, собственно. Давайте послушаем, что же рассказал Бен Скривенс о защитнике Монреале Пикей Субани. Прямая речь. В каждой игре одна форма. Любой игрок может бросить с любой точки. Я могу только угадать или предположить, кто и куда бросит. Это относится ко всем командам и игрокам. В определенных ситуациях протарь пытается подготовиться к броску заранее, предвидеть. У него хорошие партнеры по звену, это однозначно, но его таланты и мастерство имеют значение. Он сам в состоянии остановить, кого захочет, но нужно оценивать и учитывать, что даже когда хвалят одного игрока, это заслуга его партнеров и всего звена. Он уже давно в НКЛ, поэтому, конечно, у него есть и чутье. Бен Скриенс, который ушел из Эдмонтона в Монреале, вот теперь играет в этой команде. Кстати, сейчас появилась информация о том, что Кэрри Прайс может пропустить вообще остаток этого сезона. У него очень серьезная получается как бы травма. И вот тот же Мишель Терьен буквально на днях сказал именно тренер Монреале, что типа Прайс пытается, Прайс работает, что он хотел бы вернуться, но, к сожалению, пока ситуация в обратную сторону. То есть Прайс может в этом сезоне вообще больше за Монреале не сыграть. Это печально, мне кажется, просто вот опять эта ставка на одного человека и когда это вратарь, это все-таки не Нью-Йорк и не Лунгвест. Опять, если мы делаем так, что вся команда крутится вокруг одного вратаря даже, не одного там звездного игрока, как Овечкин, вот тебе результат, что они будут делать плей-офф. Мы опять уже ставим под сомнение то, что Монреале добьется вот таких высот, как они, наверное, запланировали, так серьезно начали сезон. Давай немножко остановимся на вопросе Эдмонтона, снова вернемся к этим же вратарям Скривенс и Нильсен. Вроде как обменяли, вот здесь нельзя сказать шило на мыло, потому что где-то пытались продешевить, у Скривенса все хорошо получалось в Эдмонтоне, но решили сэкономить сколько там, миллиончик. Уже было два с чем-то миллиона контракт, а с Нильсеном подписали всего лишь на миллион, то есть некий такой бизнес. Ну а в следующем сезоне Эдмонтон будет искать нового Нильсена. Еще раз, да, еще придется второго вратаря искать. В этом случае, вот смотрите, Торонто еще до старта сезона в принципе были признаны самой худшей спортивной организацией за всю историю североамериканского спорта. Это очень печальный лейбл такой им, да, поставили. Но опять ничего не идет и вот честно сказать, напоминают вот эти два клуба мне вот одну большую парочку Твикс, такой Торонто с одного конца Канады и Эдмонтон на другом. Самое интересное же, да, вот сейчас смотри, если смотреть, все семь команд канадских плей-офф не попадают. Ну мы опять возвращаемся, у нас была такая тенденция много лет назад, потом опять благодаря тому же Монреалю и Ванкуверу это все поменялось, но никому не удается взять кубок Стэнли и сейчас, к сожалению, печальная статистика именно канадского хоккея или даже клубного хоккея возвращается. Да, посмотри, у нас последний раз канадский клуб в 93-м году брал кубок Стэнли. Но ты посмотри, при этом так вот, как у нас, начинает панику разводить, что посмотрите, уровень хоккея канадского падает, нет. Ну, а да, потому что ведь много североамериканских команд, в которых играют достаточно много канадских хоккеистов, да, я имею в виду из Канады. Их больше половины, там, по-моему, 53, что ли, процента из всех клубов НХЛ, это канадцы. Там дальше идут американцы, соответственно, ну и потом там европейцы, все остальные, да. В этом отношении, да, интересно будет посмотреть, пробьется ли кто-либо. Что клубы не перестают работать со зрителями, стадионы все равно наполняются. Вот, опять же, смотри, как интересно получается. Я надеюсь, что к нам Евгений Лариков придет все-таки, да, и он же вот недавно был как раз и в Монреале, и в Торонто. Вот ты сейчас сказал, что команда Торонто была признана самой худшей спортивной организацией, При этом они первые по заработку. Вот, вот, самое-то интересное. Вот вам интрига. При этом, да, Монреаль, Торонто, клуб, который зарабатывает вообще больше всех там чистая прибыль около 80 миллионов долларов. Ни один клуб НХЛ не может этим похвастаться. Там Монреаль рядом. С Торонто рядом Монреаль. Но, опять же, да, Торонто, команда, которая в плей-офф не была достаточно долгое время. То есть, даже если они туда попадали, они оттуда быстро достаточно вылетали. И при этом команда Торонто собирает огромное количество зрителей. Собирает самые большие деньги в национальной хоккейной лиге. Это же тоже вот уметь надо. Ну, уметь надо. И давайте все-таки запустим. Но это даже не шутка, а просто такой факт. В следующем сезоне Торонто поменяет свою форму, они вернутся к Ретро, которая у них была тогда, когда как раз они кубок Стэнли брали. Может, это им поможет? Ну да, это уже не смешно, Володь. Они действительно так думают снять с себя вот это черное пятно, черная метка какая-то пиратская. И что у нас тут получатся. Да, очень печально. Может быть, на следующий сезон они хотя бы приобретут позитивное мышление, потому что это пиар-акция, она все равно помогает и действует. Понимаешь, все будут думать, да, мы прорвемся, мы сменим форму, и тогда к нам придет удача. Может быть, может быть, придет удача, Ну-ка, поуверенней. Нет, я просто хотел сказать, что к нам пока вместо удачи приходит Мария Терская. Это значит впереди выпуск новостей. Удачный выпуск новостей. Ну, будем надеяться, что удачный для Марии будет Терский выпуск новостей. Уходим на новости, далее продолжим наш разговор. Никуда не уходите, оставайтесь с нами на волнах Спорт-ФМ. Новости. Страна. Мир. Спорт. Я не думал, что так долго пройдет, но, слава богу, все нормально, и я уже на льду, и, в принципе, ничего уже не беспокоит. Получилось так, что и ты, и Конор очень хорошо начали сезон, играли вместе, потом и ты получил травму, и он, сейчас вернулись. У нас постоянно разные звенья, ничего такого страшного нет. Он старается, я стараюсь показывать результат. Играет хорошо, играет на команду. Самое лучшее, что можно было ожидать. Команде нужны победы, мы находимся внизу турнирной таблицы, поэтому каждый очко навязывал. Для меня, как бы, не особо тяжело, я адаптировался. Новые тренеры, новые перспективы. Заново, в принципе, начинали с нового листа, поэтому все было нормально. Потом травму выбило из клини, в наших порах все много. Сейчас будем стараться играть все, что я могу делать на данный момент. Новый тренер, новый менеджмент в команде. Насколько это повлияло? Интересно с ним работать, какие-то новые вещи он внес? Когда приходят новые люди, новая организация, все ожидают больших перестановок или небольших, но какие-либо перестановки все равно будут. Были изменения и летом, и по ходу сезона. По мне, опять, шестой ковач за 4 года, в принципе, каждый год что-то новое, но человек-профессионал уже знает, что делать уже в этой лиге довольно-таки давно. И Кубок Стэнли выиграл, и Сан-Хосе очень здорово играл, против них всегда было интересно и тяжело играть. Взяло немножко время адаптироваться к его системе и то, что он требует о нас. Сейчас довольно-таки мы уже уверены, что мы должны делать, и, в принципе, уже никаких вопросов не возникает. Маленькие детали глобального, как бы, не изменения нет. Играем в такую же игру, в которую мы играли с начала сезона. Для тренера очень важно быть хорошим мотиватором, особенно для молодой команды, как Эдмонтон Дойлерс. Тут, я думаю, мотивация уже надавно, выход в плей-офф, я думаю, каждый из нас находится на данный момент в отрезеваке, хочет внести чуточку СВЛ, чтобы вывести команду в плей-офф. Я думаю, это одна самая главная задача, а мотивация, это 60 минуты игры. У вас два вратаря новых в этом сезоне, что про них можешь сказать? Два замечательных человека, один европеец, который играл в Казани, может, так сказать, ближе к моему родному городу, Татарстана, много всяких общих тем было, разговаривали, очень интересно, как он там себя чувствовал, какие змеи, потому что я сам в Казани очень много находился в этом году. Мне нравится город, у меня там много знакомых. Талбот играл в Нью-Рок-Рейндж, играл в ТОК-команде, играл с хорошими игроками, вот, а сейчас Талбот набрал уверенность, и вратарь – это большая надежда, и это больше, чем полкоманды, здорово играет, дает нам в некоторых моментах очень большие возможности выиграть игру, когда он там делает великолепные сейвы, оставляет нас в игре, и потом наше дело только забить гол и играть строжую в обороне, поэтому дает нам уверенность на льду. Это был Наиль Якупов, нападающий хоккейного клуба Эдмонтон Оиллерс, который сейчас там в НХЛ выступает и жаждет желанием пробиться в Национальную хоккейную лигу. Так, что-то вот у нас еще здесь был вопрос. Какой? Нет, пока не вижу. А, вот про Вашингтон нашел я вопрос. Кстати, так, ну про то, что будут показывать матчи НХЛ, я, честно говоря, не знаю. Дарья, может быть, у тебя есть какая-то информация? Ну, ты пока собирайся, я просто напомню, что несколько дней назад с мыслями Владимира уволили тренера Миннесоты. Можно сказать, что парню не повезло, но когда команда проигрывает 8 подряд, а из 14 13 игр, видимо, менеджмент решает пойти на такие экстренные меры. Хотя давайте вспомним, что у Миннесоты последние пару лет ну неплохо складывались, но команда, видимо, руководство требует большего и стабильности. Кстати, временным тренером, да, временно исполняющим обязанности главного тренера будет выполнять Джон Торчетти, который выступал, который работал в хоккейном клубе ЦСКА. Посмотрим, чего он там добьется. Кстати, Сергей... Нет, но он же в системе уже присутствовал. Да, Сергей Федоров был ярым сторонником, чтобы Торчетти продолжил работу с клубом и сказал, что просто Торчетти не дали до конца довести начатое им дело. Ну, вот опять, это, наверное, ситуация к некоторым легионерам подходит и как к тренерам, так и к игрокам. Им нужно время для того, чтобы, во-первых, приспособиться, понять, вкатиться. Потому что я знаю, Торчетти, когда вы не всплываете, начинают вот свой первый матч, он проиграл в континентальной хоккейной лиге. Ну и что? И в плей-офф тоже в первом же туре вылетел с ними ЦСКА. Ну и что? Вероамериканский хоккей. Я думаю, что у них было четкое представление и понимание, куда движутся. В смысле того, что мы не будем записывать Торчетти как провального тренера в континентальной хоккейной лиге. Ну а что касается его, он в организации Миннесота находится уже не первый год, просто он работал с фарм-клубом. Поэтому здесь абсолютно нормальное продвижение по лестнице. Так, ну давай, времени у нас не так много. Вернемся к континентальной хоккейной лиге, ведь завтра у нас возобновляется. Ура! Или точнее, скажем так, пауза заканчивается. У нас остается командам провести по два матча в регулярном чемпионате. А 21 февраля стартуют уже первые матчи плей-офф западной конференции. И вот завтра у нас большой игровой день в континентальной хоккейной лиге. Начнется он с треневосточного. Дерби Амур принимает адмирал. Ну может быть привирает, не знаю. Дальше переход на сибирское дерби Авангард Сибирь. Я бы, знаешь, как сказал, ты ведь правильно начала. Амур практически помирает. У него заканчивается регулярный чемпионат. Я сказала, привирал. Ну давай, продолжай. Да, автомобилист будет играть с Югрой. И в принципе для автомобилиста матч очень важный. Если автомобилист завтра выигрывает или в основное время или в там булитах или в овертайме, команда уже железно проходит в плей-офф. То есть автомобилисту надо завтра набрать два очка. Можно я немножко забегу вперед, чтобы хватило время. Акбар с Борисом. Вот здесь будет интересная встреча, потому что Свитов сказал, что он готов к гостям из Бориса. Вот буквально только вышел из боксерского зала. А почему он это сказал, Владимир? Самое главное, мне понравилось, Рыспаев, который сейчас возвращается в Борисом, сказал, что он ждет встречи с Владимиром Саботкой из Омского Авангарда. И тут же почему-то Свитов ответил, что он ждет Рыспаева в матче против Агбарса. здесь только аплодисменты Свитову. Надеемся, что он действительно что-то подготовит или, по крайней мере, стеной будет стоять в свою команду, обросать вызов игроку, которого мы назовем игровичок все-таки, простите, вот за такую тавтологию. Да, которая в состоянии и имеет хоть какое-то мастерство угрожать ему, что-то пугать. Как мы и сказали, человек абсолютно ничего не вынес. Одна игра дисквалификация, ну, вот таким непонятным обманщикам хоккей не идет на пользу. Нужно больше, нужно убирать их подольше. Точно. Салават Юлаев сыграет с Новокузнецким Металлургом, Торпедовцы дома будут играть против Череповецкой Северстали, Йокерит сыграет против Скай, возможно, это репетиция первого раунда плей-оффа. Эти команды могут сойтись тут же в первом раунде плей-офф Западной конференции. Как я уже сказала, Йокерит, хоккеисты, тренерский штаб просто желают встретиться именно со СКА. Почему, непонятно. Узнаем плей-офф. ЦСКА будет играть против Витязя. Завтра Сибирское дерби. Авангард против Новосибирской Сибири. Завтра и Уральское дерби. Магнитка против Трактора. Да, и Динамовцы Риги будут играть с московским Динамо. Для Риги это уже, в общем, сезон, можно сказать, практически закончен. А вот для московских Динамовцев сейчас такая жаркая пора, потому как соперник Динамовцев еще по плей-офф неопределен. Настолько одна пара определилась в плей-офф. ЦСКА слован. Да, ЦСКА слован. Вот эти две команды сыграют уже между собой железно. Лада сыграет с Нижнекамским нефтехимиком. Для нефтехимика матч наиважнейшая команда бьется за попадание в плей-офф. Локомотив будет играть против команды Медвежчак и Динамо Минск сыграет с командой Спартак. Ну и хоккейный клуб Сочи сыграет со Слоуном. А мы об этом поговорим с вами завтра. Пока! Реклама Хамелеон Новый портал и мобильное приложение Хамелеон Новый Яркий Для тебя Интернет-радио всех стилей, жанров и направлений Уникальный видеоканал Звезды Кино Красота И не только Интересные события со всего света Заходи на сайт или загружай приложение Портал Хамелеон.фм Теперь везде где есть интернет Теперь везде где есть ты Хамелеон делает твой день ярче 12 плюс Сегодня Оскар достается Эталон Инвест представляет Въехавший Он смог сделать это прямо сейчас Готовые квартиры и квартиры с отделкой В жилом комплексе Изумрудные холмы в Красногорске Для новой жизни все готово Изумрудные холмы от 72 тысяч рублей за метр Основано на реальных событиях Звоните 37 и 5 восьмера 37 и 5 восьмера Код Москвы 495 Проектная декларация на сайте Изумрудные Дефис Холмы Точка Телефон рекламной службы Спорт.ТМ 620-46-64 Код Москвы 495 Что делать, если Что делать, если по утрам Что делать, если за 8 часов сна я не успеваю восстановиться Инновационный центр Олимпийского комитета рекомендует Если говорить о количестве часов сна То для каждого индивидуально есть своё количество часов сна за которые вы можете восстановиться И это зависит от большого количества факторов Это может зависеть от времени года Это может зависеть от количества стрессов физической нагрузки которая в данный момент оказывается на организм Таким образом учитывая все эти факторы вы можете понять сколько часов сна вам оптимально для восстановления Времена года также влияют на количество часов. Летом хочется спать меньше, зимой хочется спать больше. И иногда действительно нужно дать себе поблажку и поспать больше 10 часов. Иногда хватает 4-6 часов для того, чтобы полностью восстановиться. Соответственно, необходимо, во-первых, максимально увеличивать качество сна. Это можно делать, во-первых, правильной подготовкой ко сну, расслабляться, выключать все мобильные устройства и гаджеты и делать различные физические упражнения за 2-3 часа до сна, помогает перейти сразу к более глубоким фазам сна. И также правильно организованное пространство помогает лучше восстановиться. И простые советы – это чтобы воздух циркулировал правильно, постельное белье было комфортным, дома не было постороннего, телефон был всегда выключен и никто не мог побеспокоить. Все эти параметры тоже влияют на качество сна и на глубину сна. Ирина Зеленкова – ведущий специалист Инновационного центра ОКР, кандидат медицинских наук. Рекомендации лучших специалистов страны в области...